Наведывание Республиканского наукового центра радиоценной медицины и экологии человека мая практичную мету. По сути, это одна из первых медицинских установ Беларуси Нового Типа, где по терпелому населенству начала оказываться не только консультативная, а и специализованная лечебно-диагностичная допомога с применением сучастного высокотехнологичного обсталевания. Разом с тем, на думку керанисту Усягольной конфедерации профсоюзов, якось этой допомоги можно полепшить еще больше. Перш за все, празд взаимный обмен новыми технологиями у рамках союзных программ. Отповедный опыт уже есть. У нас союзная программа уже существует, она работает в области чернобыльской проблемы. Проходит, мы очень тесно взаимодействуем с российскими коллегами, с Всероссийским центром экстренной радиоценной медицины, с Институтом Бурназяна биофизики. Поэтому этот процесс, он не останавливается. На специальное выездное посереджение комиссии Усягольной конфедерации профсоюзу присвеченное 30-ти годию чернобыльской катастрофы запросили в ученых, отказных работников, выканавших комитета СНД, представников международных громадских организаций. Усе удельники, добрознайомые с чернобыльскими проблемами, а для представленной выставы «Чернобыльский боль» все ровно выкликая неподробный интерес. На этих фотознанках, соправданной трагедии беларуской земли, якая сдарилась 30 годов тому, правда, за минулый час шмат очага изменилась, у вынеку реализации широкого державных и союзных программ на территории Беларуси и России для життя вернуто больше 200 тысяч гектаров сельгасугодиев и 120 тысяч гектаров гасов. Сирот досягнутых плюсов можно означать так само наладженный контроль за якостью продуктов харчеванья и створенную систему оздоровления населения. При этом с бедой шмат, якие краины, и мкнутся смогаться разом. На узровне керевников Украин-удельниц СНД подписано погоднение об охове здоровья грамадян, якие потерпели от узденья радиации. В этом году завершается реализация четвертой союзной программы. С увлеком того, что некоторые проблемы имеют долготерминовый характер, и она, куча из-за всего, опошней не станет. Вот как раз в 2016 году завершается очередная четвертая по счету программа, совместная белорусско-российская. И в январе месяце на одном из совещаний в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации было принято решение о разработке концепции очередной, пятой по счету союзной программы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телли, Раду, компания Гомель.